Ваша руководитель очень высоко вас отзывалась. Она сказала, что это нарушение лишь глупая случайность. Все так? Было ли это неоднократно? Нет. Намерена повторить? Нет. Я всегда гордилась своей работой в ЦПС. Но не теперь. Да, не теперь. В чем заключалась ваша работа? Я не могу раскрывать детали. В общих чертах. Я переводила разведданные и докладывала о том, что могло представлять интерес для моих клиентов. Ваших клиентов? Для МИДа и Министерства обороны. Значит, вы работаете на британское правительство? Нет. Нет? Не совсем. Правительства меняются. Я работаю на британский народ. Я собираю разведданные для того, чтобы правительство могло защитить британский народ. А не для того, чтобы правительство могло лукать своему народу. При всем уважении, миссис Гаррин, вы шпион. Да. Вы собираете информацию с телефонов и компьютеров, и снабжаете ее своих клиентов. Да. Вы подслушиваете частные разговоры. Да. И вас расстроило, что вас попросили это сделать в отношении членов Совбеза? Детектив. Я не возражаю, когда меня просят собрать информацию для того, чтобы предотвратить теракт. Я против того, когда меня просят собрать информацию, которая может повлиять на исход голосования в ООН и обманом вовлечь мир в войну. Кто втянул вас в это? Никто. Вы же передали кому-то памятку. Кому вы ее передали? Журналисту? Какому-нибудь антивоенному активисту? Вашему мужу? Мой муж не имеет к этому никакого отношения. Он ведь уже задерживался в полиции, не так ли? Ему грозила депортация. Да, это верно. И вы вышли за него? Да. И он получил повторные документы. Он отмечается здесь каждую неделю. Он мусульманин. Простите. Туры курдского происхождения, которые запросил убежище в Британии. И учитывая то, что Саддам Хусейн сделал курдским народом, убив более 180 тысяч с помощью химического оружия, могу вас заверить, мой муж не имеет никакого сочувствия к иракскому режиму. Тогда зачем сливать памятку, которая могла бы покончить с режимом Саддама? Потому что, напав на Ирак, вы не просто атакуете Саддама Хусейна. Вы атакуете страну с населением 30 миллионов людей. И мне непереносима мысль о страданиях, которые это может причинить. Я не понимаю вообще, кто такое может одобрять. Дежурный офицер выпустит вас сегодня под залог. Дежурный офицер выпустит вас сегодня под залог.